Слава Украине! Героям слава! Ребята, сегодня 24 июля. А что это значит? Что сегодня пошел шестой месяц, если я так не ошибаюсь, с момента российско-фашистской агрессии в Украину. Именно 24 февраля нынешнего года российско-фашистские войска вторглись на нашу территорию, рассчитывая за 3 дня взять Киев, за 3 часа взять Харьков, за полдня взять Одессу, за неделю быть во Львове и за 2 недели придушить партизанское движение в Украине полностью. Вот такой был изначальный план. Перед российско-фашистскими войсками Гитлером, то есть Путиным, ставилось 3 цели. Первая цель взять Киев. Вторая цель взять Киев. Третья цель взять Киев. Все остальное было вторично. И как мы прекрасно видим, знаем и понимаем, ничего из этих трех целей ему не удалось. Абсолютно ничего. Они временно взяли Херсон, но все мы прекрасно знаем, что херсонской группировке российско-фашистской приходит конец. Скоро ее докандропупят, и там все будет хорошо. Фактически за полгода, точнее, извините, за 5 месяцев, толкотни в Украине и войны в Украине. Единственное, в чем преуспел Путин, это в убийствах мирных жителей, число которых неизвестно. Мы знаем, что только в Киевской области то, что смогли провести расследование, по крайней мере, это около 1400 гражданских лиц убитых, замученных, как правило, расстрелянных. Потому что там в основном пулевые ранения фашистами. Надо сказать, что последний раз такие зверства творились в Украине только во время Второй мировой войны, когда эсэсовские части, идущие вслед за вермахтом, боролись в Киевской области с партизанами. И вот новые эсэсовцы, российские эсэсовцы, которые называются вооруженными силами Российской Федерации, Росгвардией, ну и прочие террористические банды, творили опять-таки зверства в Киевской области. Я себе представляю то же самое в Черниговской, почему только в Киевской. То же самое делали в Черниговской области, в Харьковской. Сейчас они то же самое творят в Херсонской области. Что они сделали в Мариуполе? Ну, я даже это опускаю за скобки, потому что это просто неописуемо. Это выпадает вообще... Вы знаете, то, что они сделали в Мариуполе, это, наверное, выпадает даже за грамки того, что делал Гитлер. То есть, это вообще за рамками человеческого восприятия. Поэтому я Мариуполь даже не трогаю. То есть, мы видим, что за эти пять месяцев Россия совершила неслыханные военные преступления в Украине. В то же самое время за Украину встал весь мир, который поначалу не верил, что мы выстоим. Смотрите, сначала нам даже наши лучшие союзники, такие, как Великобритания и Штаты, не давали больше трех-четырех дней. Всем это прекрасно помнят. Зеленскому предлагали эвакуироваться, на что он сказал, ну уж нет, я остаюсь здесь. И остался. И, как видим, президент остался, Киев остался, и все это устояло. Слава Богу. И было создано, опять-таки, Зеленским, нашим правительством, слава Богу, была создана международная коалиция, которая поверила в Украину, которая поняла, что никаких Минсков два, Минсков три или какой там подсчет у Минска очередной больше заключаться не будет, потому что у нас не те люди у власти сейчас, которые Минске заключают. И только поверив в Украину, когда они поняли, что мы не Афганистан, где президент просто взял и убежал от талибов, от, собственно говоря, от ребят в тапочках комнатных, имея такую армию, как он имел. И когда они поняли, что Украина это совсем не афганские вооруженные силы, которых, увы, ах, обезглавили, потому что президента не было. И нам начали помогать. И помогать очень серьезно. Кроме этого была сколочена очень мощная международная коалиция против фашистской России. И надо сказать, что эта коалиция работает очень успешно. Украине сегодня вооружением помогает более 50 стран мира. Там вооружение, там боеприпасы, там все что угодно. Продукты, все что нужно. Медикаменты и так далее, и так далее. Проведено было уже 4 встречи Рамштайн. Надо сказать, что украинская дипломатия работает просто, как часы. Очень хорошо, ничего не скажешь. Если мы сдвинули такую махину, как Германия, и Германия начала присылать нам тяжелое вооружение, это говорит о эффективности нашей дипломатии, о том, что наконец-то, вот за первый раз за 30 лет руководство Украины, у нас, вы знаете, такие кризисные... Я не говорю, что они хорошие, у меня пока не могу там сказать, что они хорошие экономисты или еще что-то. У них не было времени себя в этом плане показать. Но антикризисные менеджеры просто шикарные. Это просто, это вне всякого сомнения, потому что есть чем сравнивать, и, конечно, разница колоссальная. Так вот, антикризисный наш менеджмент сумел мало того, что перестроить всю страну на военный лад, так еще и добиться создания сумасшедшей по силе международной коалиции, при помощи которой мы сначала остановили вот эту фашистскую орду, а потом начали ее вышвыривать с нашей территории, освободив полностью Житомирскую, Киевскую, Сумскую и Черниговскую область, которые были или частично, или практически полностью оккупированы, освободив половину Харьковской области, освободив практически процент, наверное, 98 Николаевской области, там чуть-чуть осталось анклавчик, а может уже его выдавили, кто его знает, и начали освобождать Херсонскую область, и поджимаем врага в Донецкой и Запорожской области. Не сдана Луганская область, что бы там враги ни говорили, а Луганскую область они не захватили. То есть, смотрите, на сегодняшний день Украина глобально перешла от... Сначала это была остановка вторжения, там была гигантская разница в силах, просто гигантская, да, там в танках в 10 раз, да, вы все эти, помните, жуткие цифры самолетов, наверное, в 50 раз у них больше было, по ракетам просто молчу, артиллерии в 5 раз, в 10 раз, то есть, по боезапасу в 10-20 раз. То есть, это гигантская разница была в потенциале и военной силе. На сегодняшний день их остановили, у нас есть уже паритет, слава Богу, при помощи нашей дипломатии, при помощи наших союзников. И на сегодняшний день мы перешли контратаки, выдавливая их постепенно, минимизируя свои потери и выдавливая их из одного за одним населенных пунктов. Пока что продвигаемся неплохо в Херсонской области и в Донецкой области, что неожиданно. В Запорожской области тоже неплохо. Харьковская область освобождена, если я так не ошибаюсь, на 2-3. Так что, ребята, все еще впереди. Украина на шестой месяц войны переходит от обороны к наступлению. Россия не поможет ни вот эти вот сборы резервистов, что они там делают, ничего. Это уже неподготовленная шантропа сейчас идет в ход, точнее в мясорубку, которую вооружают старым каким-то расконсервированным оружием. Кто служил в армии, прекрасно понимает, о чем идет речь. Это называется, есть такое очень емкое слово дрэк, дерьмо, мердэ. Вот так вот можно сказать о российской армии, которая там была, бывшая вторая армия в мире, которая оказала, фу, вообще ничем. Ну, никак, как ничем. Она просто отгрызалась огромной бандой. Да, огромной, действительно, их там по численности намного больше, чем наших. Вооруженной старым оружием, которое, да, стреляет, которое, да, опасно, которого, да, очень много, но толку мало. Вот и все. Так что переходим от обороны к наступлению. Освобождаем постепенно шаг за шагом в Украину. А скрепным, которые думают, что у них все идет по плану, я вам скажу, ваш план был три дня, а потом у вас пошло уже укуривание полное. Так что все идет уже. Немножко ваш план поломался. Всем привет. Слава Украине. Первое слава.